Всем привет, ребята! Вы на канале Живая Планета. Ох-ох-ох-ох! Про сколько же динозавров я делал ролик? Да мне кажется, обчесал уже практически всех. Но сегодня у нас будет исключение из правил. Встречайте! Динозавр, которого принято считать крупнейшим из всех. Держался ли он в стаде? Мог ли он вставать на дыбы? Короче, встречайте! Аргентинозавр! В отличие от современных животных, большинство травоядных динозавров мезозоя были одиночками и предпочитали ходить одни. Но зоороподы это исключение. Зоороподы очень часто взбивали в стада, о чем свидетельствуют следы, найденные в одном и том же времени и в одном и том же месте. Аргентинозавр был и вправду, наверное, самым большим динозавром, по крайней мере, из тех, которых нам удалось обнаружить. Он появился в документалке «Планета динозавров». И в этой документалке была отсылка на парк юрского периода. А знаете какая? Аргентинозавр стал на дыбы. Лол. Это животное. Это не то, что брахиозавр, брахиозавр... Ну ладно, 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 давайте. Ладно. Может, это качок какой-то был парк юрского периода. Но аргентинозавр – это животное весом 90 тонн. Как он встанет на задние лапы, мне непонятно. Да, кстати говоря о весе. Оценки очень разнятся. Варьируются от 70 до 115 тонн. И все же, я думаю, что масса аргентинозавра была в районе 80 тонн. Он был настолько тяжелым, что превращал песок под ногами в трясину. И там даже находили кости других животных. В одном среду однажды нашли нескольких небольших двухметровых крокодилов, немного динозавров, а также каких-то млекопитающих. К сожалению, остатков от аргентинозавра очень мало. Поэтому рассчитываю... Я всегда вот говорил, что рассчитывать размер животного по пару костям... Ну это как бы... Не как бы. Но длина аргентинозавра сильно варьируется. Точнее, расчеты длины. От 28 до 39 метров. Но сейчас принято считать, что этот динозавр вырастал от 30 до 35 метров. Но являлся ли он самым большим? Что ж, один из самых популярных конкурентов аргентинозавра – это гигант Пуэртозавр. Пуэртозавр, в принципе, тоже мог вырастать до 30 метров, а, возможно, даже больше. И весил он 70 тонн. Да, полегче, чем аргентинозавр, но в длине они были примерно одинаковые с ним. Второй кандидат – это Амфицелия. Он был, в принципе-то, подлиннее аргентинозавра, так как рассчитываемая длина где-то 33-36 метров. Но, опять же, вес Амфицелия где-то 40 тонн, так как Амфицелия – это диплодосит. А они все там дохлики, голова и шея. Ну и последний кандидат – потога Титан. Длина потога Титана 38 метров, а вес – 70 тонн. И он, опять же, легче. Мы можем сделать вывод – аргентинозавр – самый крупный динозавр. Он очень интересен, но, к сожалению, мы, возможно, больше о нем ничего не узнаем. А пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok